Сегодня будем готовить зайца в Казани, сейчас надо немножко проделать кое-какие подготовительные операции вот у нас зайчик по простому говоря кролик так значит что мы делаем сейчас я приготовлю мясо потом мы пойдем на улицу будем жарить что нам нужно чесночок мамочка у нас трудиться как всегда выходные мы с Вадимом сделаем для мамочки вкусняшки как хочешь тогда я один буквально 3-4 зубчика так так щедро вот так щедро нужно липковое масло нет никакого специального рецепта короче делают по своим ощущениям примерно две столовых ложки вот так примерно масло ловишковое это тоже все в блендер и соль соль примерно столовую ложку вот так вот вот так 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 Все кусочки мяса натереть субстанцией. Мясо готово к готовке, скажем так. Сейчас мы пойдем в нашу летнюю кухню. Казану. Сегодня будет у нас вкусный кролик. Попробуем еще раз. Прошлое видео с Басмой нам сосед испортил. Он стриг траву, буквально в пяти метрах от меня. Короче, видео было испорчено. Но Басма получилась вкусно. Я еще когда-нибудь повторю обязательно. Так, что мы делаем? Сейчас мы... Значит, казанчик вот здесь у нас. Начинаем, значит, с лука. Нарезаем крупно лук. Такими крупными кубиками. Скажем, по сантиметру где-то. Вот так крупно лук. Много должно быть. Кролик будет жариться луком. Повторю еще раз. Никакого специального рецепта нет. Делаю чисто по своим ощущениям. До этого я готовил зайца в овощах. Сегодня будет чисто мясо. И вот три вот таких вот острых. Ну, не экстремально острых. Включили перчики. Сюда же идут. Короче, выглядит это все примерно вот так вот. Это все дело надо пережарить, пока лук не станет такого золотистого цвета. Перчик мы оттуда вытащим. И пойдет мясо. Ладно, будем сейчас огонь разводить. Пошло дело потихонечку. Так, започин надо традиционно накатить в маху. Когда лук обжарится, вытащим острый перчик. И надо добавить буквально грамм 100 белого вина. Тогда можно закинуть мясо. Не знаю, насколько хорошо камера стоит. Вот так, наверное, лучше. Нельзя допускать, что лук пригорал. Почаще помешивать. И тогда все будет нормально. В следующие выходные, пожалуй, замутим маслучок. Маслучок-баслучок с барашком. Вот лук подрумянился. Нельзя давать подгорать, ни в коем случае. Так, перчик мы пока удаляем. Так, теперь грамм 100 белого вина и закладываем мясо. Заранее подготовленное мясо я вот закинул. Теперь это все дело можно накрыть крышкой где-то минут на 20. Потом посмотрим, что там дальше будет. Вот так. Перчик у нас тоже пойдет в дело. Ну, пожалуй, можно, наверное, еще себя побаловать чуть-чуть. Ну, будем мы все здоровы. Ну что, прошло 20 минут, посмотрим, что там у нас. Запах обалденный. Так, ну что теперь? Теперь немножко посолить. Немножко. Паприку. И для запаха паприку. Просто чисто для запаха. Немножко пошебрушим. Вот. Отлично. Отлично просто. На курицу похоже. Еще минут на 20 можно накрыть. А вот этот старый перчик. Сейчас мы опять назад возвращаем. Огонь слабенький. Вот. Чисто вот. Угли. Так вот она будет томиться еще минут 20. Опять соседи сбежались на запахи. Ладно, прошло еще минут 20. Я думаю, что кролик уже пропарился полностью. Сейчас мы откроем крышку. Увеличим огонь. Немножко лишнюю влагу. Избавиться от лишней влаги. Что у нас тут? Во! Красота. У нас излишки влаги испарятся. Немножко подкину я здесь. Шуть-чуть. Ну, потом традиционно свежая зелень. Да, и самое главное. Все свое. Ну, кроме кролика, конечно. Запах обалденный просто. Просто обалденный запах. Ну, что, вот и все, мамочка моя хорошая. Вкусняшка готова. Сейчас будем уже снимать. Вот даже не знаю, как это блюдо назвать. Короче, кролик в луковом соке. Все. Все очень просто, быстро. Ну, вот буквально. Ну, максимум я провозился, ну, полтора часа. Да и то, как провозился. Так, проходил туда-сюда. Все, сейчас будем кушать. Поехали. Поехали. Рис��. С己.